Всем привет, кошечки и котики! Меня зовут Яна. Сегодня я расскажу вам, как я шила для себя вот такое пальто. Говорю сразу, это видео скорее для новичков, оно несет вдохновляющий ознакомительный характер. Я расскажу кратко про самые основные операции, чтобы вы смогли оценить свои силы и принять для себя решение, готовы вы шить такое пальто или нет. Начать я советую с поиска референсов. Для этого хорошо подходит Pinterest. И уже отталкиваясь от фото, можно нарисовать эскиз и определиться с деталями. Например, я хотела однобортное пальто на пуговицах, с английским воротником, оверсайз, чтобы под него помещалась большая байка или свитер, со спущенным, как в мужской рубашке, плечом, карманы с листочкой и чтобы сзади была шлица. Чтобы пальто соответствовало всем моим запросам, я решила выкрик устроить самостоятельно. Если вы собираетесь шить пальто впервые, я вам очень рекомендую воспользоваться уже готовой выкрикой. Это вам сэкономит очень много времени. Полезные ссылочки насчет выкрик ищите внизу. Шить я буду из вот такой ткани, это драп. У меня его довольно мало, поэтому свои детали я буду подгонять под количество ткани. Также я хочу обратить ваше внимание на то, что пальтовую ткань необходимо декотировать перед раскроем. Также хотела бы вас предупредить, что ВТО будет занимать очень много времени, возможно, даже больше, чем сам пошив. Но пропускать его ни в коем случае нельзя. Свои детали я выкроила, вот что у меня получилось. Воротник, две детали, верхний и нижний, две детали полочки, кокетка спинки, она будет сверху, две симметричные нижние половинки спинки, два рукава, подборты для полочки, у меня они из двух частей, по-другому не вмещались, и обтачка для спинки. Теперь подкладка. Чтобы выкроить подкладку, я отняла от своих деталей полочки и спинки под борты. Две детали полочки, две детали спинки, выступ это припуск на складку, и два рукава. Перед тем, как начать собирать пальто, необходимые участки я проклеила дублерином. На полочке пройма и низ, кокетку спинки полностью, пройму и низ половины к спинке, вверх и низ рукавов, подборты полностью. Переходим к сборке, начать я решила с простого, с воротника. Сперва я стачала верхние края, заутюжила шов на сторону нижнего воротника и застрочила. Сделала отметки в месте, где воротник и ласкан расходятся. Сложила пополам лицом к лицу и стачала от угла до отметки. Высекла уголки, вывернула и приутюжила. Для того, чтобы ткань быстрее остывала и впоследствии лучше держала форму, я использую специальные колодки, их еще по-другому называют портновскими утюжками. Перехожу к карману. Карман у меня будет с листочкой, про него я расскажу очень кратко, если нужна более подробная информация, вы знаете, где ее искать. Из основной ткани я заготавливаю листочки. Из подкладочной ткани мешковины. На передних половинках пальто я заранее отметила расположение кармана. На основе этих меток строю линии, по которым буду пришивать мешковину кармана и листочку. По нижней линии настрачиваю листочку, можно сразу вместе с мешковиной. А по верхней линии настрачиваю вторую мешковину. По разметке разрезаю вход в карман. В уголках буквы Y. Выворачиваю карман. Листочку загибаю и заутюживаю. Пожалуйста, будьте аккуратны с утюгом и лучше используйте проутюжильник. Уголочки по краям я пришиваю к мешковинам вручную. Дальше стачиваю мешковины и их края обрабатываю оверлоком. Осталось только зашить края листочки. Это я сделала потайным стежком вручную. Карманы готовы. Дальше стачиваю половинки спинки до шлицы. Заутюживаю и застрачиваю. Накладываю кокетку. Притачиваю. Заутюживаю. И застрачиваю. Дальше соединяю с полочкой по плечевым швам. Разутюживаю получившиеся швы. Прикалываю рукава по отметкам по линии проймы. Стачиваю шов проймы, заутюживаю на сторону рукава. На верхней точке плеча пришиваю мостик. Позже с ее помощью мы будем соединять основу и подкладку. Кошечка решила нам с вами напомнить про необходимость сделать перерывы и отдыхать. Скалываю булавками боковы швы и пальто. Стачиваю одной строчкой от манжета рукава до подола пальто. Далее соединяю подборты между собой. Разутюживаю швы. Я решила заранее пришить вешалку к обтачке спинки. Теперь я буду пришивать подборты к пальто по всей длине края и по уголку ласкана до того места, где начинается воротник. Затем вставляю боковой край воротника между основой пальто и подбортом. Сметываю и прошиваю до надсечки, место где начинается горловина пальто. Дальше по отдельности буду стачивать нижний воротник с основой пальто и верхний с обтачкой спинки по линиям горловины. Где нужно делаю рассечки, заутюживаю получившиеся швы. Припуски воротников я приметала вручную так, чтобы они смотрели внутрь воротника. И теперь сшиваю вручную припуски основы пальто и припуски подбортов. Выворачиваю уголочек ласкана по краям пальто и возле воротника тщательно все приутюживаю. Перехожу к сборке подкладки. Стачиваю спинку от верха до шлицы. И закладываю складку. Она позволит подкладке тянуться при движениях. Зашиваю складку сверху и заутюживаю ее. Дальше стачиваю плечевые швы. И вшиваю рукава. Оставляю два пропуска. В рукаве и в боковом шве. Они нам нужны для того, чтобы было удобно выворачивать пальто наизнанку при дальнейших операциях. Теперь мне необходимо сверить подкладку и основу. И срезать лишнюю длину с подкладки на рукавах и на подоле пальто. Для этого я подворачиваю подол пальто и рукава. В таком виде фиксирую их, в котором я хочу, чтобы это все выглядело в итоге. Эту длину на подгибку я добавляла при построении выкройки. У меня это 6 сантиметров. Надеваю пальто на манекен. На него надеваю подкладку. Скалываю по местам соединения. Делаю отметки мелом так, чтобы по ним срезать всю выступающую ткань. Далее скалываю и вшиваю подкладку по краю подбортов. Перехожу к шлице. Рисую скошенную линию и по ней делаю строчку. На том же месте, на подкладке, делаю строчку точно такой же длины. Теперь нужно соединить подкладку и основу пальто по линии подола. По краям пальто я буду закалывать подборт уголком, так, чтобы он плавно переходил в подкладку. Скалываю булавками и сшиваю. С той стороны, на которую у меня с изнанки загибается шлица, строчку я заканчиваю раньше, по отметке, а с другой стороны строчу до конца. Осталось только аккуратно зашить разрез шлицы с изнанки. Вот что у меня получилось в итоге. С помощью мостиков в пройме соединяю подкладку с пальто. Дальше буду шивать подкладку и основу по краям рукавов. Скалываю булавкой так, чтобы рукав не перекрутился. Выворачиваю наизнанку. Скалываю и прошиваю. Теперь можно зашить пропуск в боковом шве через пропуск в рукаве. И уже после этого сам пропуск в рукаве. Я почти закончила, мне осталось всего лишь обработать петли и пришить пуговицы. Я примерила пальто и наметила места расположения петель. Затем более точно разметила их, до миллиметров. Обычно петли я делаю на машинке, но в мою бытовую машинку пальто не влезло, поэтому я буду хитрить. По контуру петли я сделала строчку. Вот так. Теперь разрезаю петлю и начинаю обметывать вручную, как можно плотнее. Вот такие петли у меня получились. Пуговицы я также пришила вручную. На этом мой краткий экскурс закончен. Пальто дошито. Про все, про что я не успела рассказать подробно, я оставлю ссылки в описании. Про ВТО, про карман, про шлицу. Если запутаетесь, ищите ссылочки внизу. Давайте скорее смотреть, что у меня получилось в итоге. По-моему, пальто получилось минималистичное, простое, но все равно с изюминкой. В пальто есть небольшая отсылочка. Фанаты Шерлока Холмса меня сейчас поймут. Вот эта вот красная петелька на лацкане, это как раз-таки отсылка к сериалу Шерлок. Как всегда, лайком или дизлайком вы можете проголосовать, понравилось вам мое пальто или нет. Если какие-то моменты остались непонятными, пожалуйста, задавайте вопросы в комментариях. Я надеюсь, вам понравилось это видео и хоть немножко помогло принять решение насчет вашего будущего пальто. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро в следующих видео. Всем пока!